Студентка медицинского колледжа Айгуль участвует в конкурсе впервые. Оттого волнуется и раз за разом повторяет танцевальные па. Танец. Вот чем готова поразить жюри девушка. Наш учитель татарского решила выбрать меня, так как я хожу в танцевальный коллектив. И я могу показать что-то членам жюри, станцевать и надеюсь, что удивить их. А вот ученица Красноключинской школы Элина Хатыпова ставку в конкурсе делает на умение хорошо держаться на публике и свою группу поддержки. Элина, ты лучшая, мы верим, что ты победишь. Однако для жюри основными критериями оценки были не только песни, танцы и умение подать себя. Девушки должны были блеснуть знанием традиций, обрядов и праздников татарского народа. Пройти достойно именно этот этап хотела каждая красавица. В этом году конкурс Чеберкей празднует свое пятилетие, поэтому без подарков участницы не останутся. Более того, этот подарок останется с ними на всю жизнь. Новшеством в этом году является, что все девочки, которые проходят отборочный тур, являются уже, во-первых, победителями, и во-вторых, с каждыми девочками на протяжении месяца будет работать хореограф, где они будут обучаться, учиться одному татарскому танцу и на финале которого это будет исполнено. Из 25 красавиц только 12 попадут в финал конкурса, который пройдет в первых числах апреля в Дворце творчества детей и молодежи. Наталья Лошникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР.